Уважаемые коллеги, я думаю, что многие присутствующие здесь привыкли к традиционной конференции апрельской нашей, как апрельские тезисы, помните знаменитые, посвященной метаболическому синдрому. В этом году это не заседание рабочей группы, и конференция, которую мы проводим с помощью компании ЧИЛ, Человеки лекарства, это конференция, в общем, такая мультидисциплинарная. Если ранее у нас посвящались конференции исключительно вопросам кардиологии и эндокринологии, то сейчас вы сможете услышать достаточно широкий спектр докладов, посвященный одной из актуальных проблем, это ожирению. Почему мы говорим об этом? Очевидно, потому что это один из тех факторов риска, который объединяет интересы достаточно многих специальностей. Это будет и выступление и кардиологов, и патофизиологов, и бомиатрических хирургов, и популяционного кардиолога, который вот любезно приехал к нам из России, это Михман Языч Мамедов. Кроме того, у нас будет выступление сосудистых хирургов, будет выступление, ожидается, эндокринологов, выступление также андролога, который, в общем-то, мы специально пригласили, поскольку нарушение половой сферы, это также одно из проявлений, в общем-то, такого тяжелого состояния, которое сопряжено с ожирением. Итак, давайте поговорим об ожирении как мультидисциплинарной проблеме. Вот, не знаю, к счастью или нет, на нашей программке представлено достаточно такое изящное человеческое тело, хотя на самом деле ожирение, вы знаете, это проблема, которая сопряжена с избыточной массой тела. Почему мы говорим об этом сегодня? Может быть, потому что в 2011 году была определена новая стратегия Европейского общества кардиологов, именно на упор на многофакторность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вы видите, это страничка из интернета. Сразу хочу сказать, всех вас поздравляю. Сегодня у нас, в общем-то, большой праздник. Сегодня день святого Изидора. Изидор, казалось бы, для нас такой неизвестный святой, но на самом деле это святой, который покровительствует студентам, учащимся, и вообще сегодня международный день интернета. Вот видите, такой новый праздник. Мы после нашего советского времени только освоились с праздниками, там, Рождество, да, Пасха, которую мы ожидаем. Оказывается, есть еще вот такие вот святые покровители практически интернета. Почему мы будем говорить об этом? Потому что, наверное, очевидно, говорить об этом нужно, потому что сейчас вся эта разобщенность, которая, возможно, нарастает в связи со специализацией, узкой специализацией и кардиологов, и хирургов, и каких-то узких специальностей, она может быть нивелирована как раз этим общением в интернет-пространстве. И вот если только появится следующий слайд, вы увидите картинку из Европейского общества кардиологов, где как раз позиционируется вот эта многофакторная профилактика. В общем-то, современный доктор, наверное, уже сейчас работать без интернета не сможет. Все последние новости мы ежедневно имеем возможность получать в интернете, и поэтому, безусловно, и повышение нашего образования, а заодно и, может быть, то дистанционное образование, которое сейчас вот промотируется, как раз чил-компании со спонсорской помощью, фармацевтических компаний, о чем мы будем говорить, наверное, как раз это веяние времени и то, чему мы должны посвятить свое внимание. Так, уже, я думаю, что вот сейчас пошли секунды, я так понимаю, до начала уже презентации, которая, надеюсь, больше прерываться не будет. Итак, если мы говорим о многофакторной профилактике, то, безусловно, нужно сказать о том, в первую очередь, что сердечно-сосудистые заболевания, о, вы уже видите, да, сердечно-сосудистые заболевания обусловлены глобальной пандемией ожирения диабета. Это цитаты из Европейского общества кардиологов. Они составляют сложную проблему для клиницистов 21-го столетия, и, несмотря на достигнутый прогресс, еще очень много, что нужно сделать для того, чтобы улучшить контроль за факторами риска. Если говорить о динамике факторов риска, вы видите, что за последние десятилетия прогрессирует сакронный диабет, который неразрывно связан с манифестацией ожирения. К сожалению, подтягиваются и сердечно-сосудистые заболевания, хотя достаточно агрессивная терапия производится на европейском пространстве и на североамериканском, но, к сожалению, вот это увеличение индекса массы тела не может не сказываться на сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Что же такое ожирение? Ожирение все-таки обусловлено долгосрочным положительным энергетическим балансом. К сожалению, если человек потребляет энергии больше, чем расходует, безусловно, это будет ассоциироваться с накоплением энергетической массы, а значит, отложением в виде жира. И вот, вы знаете, даже заранее хочу сказать, заканчиваю я свое выступление, вот презентации таких фотографий борцов с умом. Вот, казалось бы, мы можем представить себе, что это лица такие мощные, как бы состоящие из одних мышц, хотя на самом деле оказывается, что это лица, которые несут в себе крайнюю степень ожирения, поскольку не мышечная масса в первую очередь развивается у этих борцов, а именно жировая масса. Так, к сожалению, эти лица после окончания своей спортивной карьеры, безусловно, подвержены чрезвычайно высокому кардиоваскулярному риску. И вот как раз вот с этим и связаны все те осложнения, которые в последующем преследуют их в течение жизни. Значит, вот этот дисбаланс между поступлением энергии и ее расходованием как раз и результирующее выражается в накоплении энергетической массы и прогрессировании ожирения. Если говорить об определении избыточной массы и ожирения, есть водовская классификация, мы от нее не отступаем. И определяем ожирение как индекс массы больше 30, соответственно, по трем градациям. Третья степень ожирения, морбидное ожирение, с которым терапевты подчас справиться не могут. И вот сейчас на этом человечке мы как раз и посмотрим все те аспекты, которые будут сегодня обсуждаться. Это, безусловно, аспекты кардиологические, это ишемическая болезнь сердца, дислепидемия, гипертензия, это, безусловно, эндокринологические, это вопросы, касающиеся нарушения сосудистого русла, особенно сосудистого русла нижних конечностей. У нас сегодня будет очень интересное выступление сосудистого хирурга. Это антрологические проблемы. Мы сегодня пригласили только антролога, но я знаю, что в аудитории присутствует профессор Мелина, и мы заранее хотим сказать, что, безусловно, есть определенные проблемы, которые сопряжены и с женской половой сферой, но сегодня, может быть, в меньшей степени мы это будем касаться. И, кроме того, будут интересные доклады, посвященные периферическому атеросклерозу, но одними из наиболее интересных, мне кажется, будут доклады, которые начинают эту конференцию. Это распространенность факторов риска, сердечно-сосудистого риска. Мы будем говорить о той части, которую сделали в Украине, и Михман Ниязович будет позиционировать опыт, который приобрели наши российские коллеги. И чрезвычайно нам полезно будет послушать опыт наших бариатрических хирургов. Это Андрей Семенович Лаврик будет такое выступление, и его сотрудник также будет позиционировать то, как бариатрические технологии влияют на качество жизни больных с ожирением. Итак, видите, факторы риска, ожирение входит в первую пятерку факторов риска. Мы об этом говорили много раз. Вот данные, на которых отдельно хочется остановиться. Европейское общество атеросклероза 27 января 2012 года вот таким образом позиционировало соотношение пациентов, риска пациентов, у которых оптимальный профиль факторов риска, и у тех, у которых хотя бы два фактора риска присутствуют. И вот давайте просчитаем риск у всех сердечно-сосудистых событий, у пациентов, которые контролируют эти факторы риска, а это значит не курят, без сахарного диабета, с оптимальной массой тела, с уровнем холестерина и артериального давления, имеет риск всех сердечно-сосудистых событий меньше, чем в три раза. Риск сердечно-сосудистой смертности уменьшается в шесть раз, риск развития первичной манифестации ишемической болезни сердца в десять раз ниже. Ни одна высокая технология по типу инвазивной кардиологии или аортокоронарного шунтира не, к сожалению, не сможет смертность уменьшить в шесть раз. Это можем сделать мы с вами, если будем адекватно коррегировать факторы риска. Теперь, для того, чтобы было впечатление, что же такое факторы риска, вы видите, опять же, мы каждый раз будем обращаться к интернету. Это Европейское общество кардиологов, и вот тот скор, тот счетчик, видите, сейчас он представлен в виде двух, как бы, таких позиций. Первая позиция, это мы внесли одного из наших реальных пациентов, и прошу обратить внимание, вот его уровень систолического артериального давления 180, у него достаточно приличный уровень холестерина 4,8, и достаточный уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, он курильщик, и вот его уровень, вы видите, 4%, да, видно. Если же просчитать его по другому варианту, с счетчика, это счетчик с использованием индекса массы тела, мы должны обратить внимание, что вес у него, рост у него 165 см, а вес у него 187 см, я не перепутала, так и есть, это такой кругленький больной был, и риск развития внезапной сердечной смерти за 10 лет, у него уже 8%, видите, этот риск даже выше, и первый, и второй, это риск фатальных сердечно-сосудистых событий за последующие 10 лет, так построен счетчик с кор. Значит, вы можете вот просчитать для каждого своих пациентов, но давайте запомним, пациент имел риск по первому счетчику 4, по второму 8, глобальный кардиовоскулярный риск, об этом тоже нужно помнить, это пациенты с установленным сердечно-сосудистым заболеванием, с диабетом 2 типа, это с очень выраженными одиночными факторами риска и хронической болезнью почек. Вот это то, что внес 2011 год. Если в 2007 году у нас был только низкий, умеренный и высокий, то сейчас низкий, умеренный, высокий и очень высокий, о котором мы только что говорили. Вот это глобальный кардиометаболический риск. О чем здесь идет речь? О том, что факторы риска могут как непосредственно вызвать ишемическую болезнь сердца или сердечно-сосудистые заболевания, так и через манифестацию сахарного диабета, удвоив эти усилия. То есть мы можем расценивать в результате эти заболевания как близнецы-братья. Практически это кардиометаболический риск, это совокупность всех тех факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Определение метаболического синдрома мы уже много раз обсуждали в этой аудитории, для Украины подходит определение по IDF. Это консенсус 2009 года, который примерил эти две классификации. Вот те первые данные, которые мы имеем из Днепропетровска. Это программа по позиционированию основных факторов риска, распространенности их в городской популяции Украины. И мы здесь имеем кальку той программы, которая выполняется на 2 года начата ранее в России. И в общем-то благодаря старым таким уже добрым контактам между Институтом кардиологии и Министрожеской, Институтом профилактической медицины под руководством Академика Агановой. Вот лично координатором этой программы является Михман Языч Мамедов. Мы как раз получили эту программу. Получили ее в течение двух предшествующих лет. Вот пытаемся закончить. Есть определенные там материальные проблемы, но надеемся, что в этом году мы все-таки закончим это обследование популяции в Днепропетровске. Что же мы имеем? Если для России вот было это представлено в виде 20 факторов риска, но мы проявили некоторую инициативу, и сейчас у нас обследуется 21 фактор. 21 является уровень ТТГ, поскольку патология щитовидной железы очень актуальна для Украины. Заранее анонсирую, на этой конференции будет выступление профессора Панкиева, которое будет посвящено диспункции щитовидной железы и ассоциации ее с ожирением. Так вот, те результаты. К сожалению, очень высока распространенность гиперхолестериномии. 68%, 48%. Высокий уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, 33% триглицериды. В 35% артериальное давление выше нормативного. В 25% гиперглицерина, критерия МАЙДЕФ, то есть больше, чем 5,6 ммоль на литр. А вот, если говорить о сути нашего сегодняшнего обсуждения, то есть каков процент распространенности ожирения, вот ужас, у нас нормальная масса тела, нормальная и заниженный, только 26%. 34% имеет избыточную массу тела, а 40% это ожирение. 40% нашего населения по критерию индекса массы тела. 27,9% это первая степень, 10,4% вторая, 1,73% третья степень. Когда недавно на Совете планировалась работа нашей диссертантки, посвященная морбидному ожирению, это ожирение третьей степени, начали задавать, может быть это не очень актуально для Украины, может быть их мало, этих больных, а может быть мы их просто не замечаем. Что такое 1,7%? Это почти 2%. Если учесть наше взрослое население, то это около 20 миллионов, от 20 миллионов это 400 тысяч, это 400 тысяч лиц с морбидным ожирением. Это очень много, это очень много, это очень актуально для Украины. К сожалению, у этих больных растет и смертность от ИБС, и сердечно-сосудистых заболеваний, и общая смертность у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом профилактика, безусловно, это коррекция фактора риска. Никто ничего более совершенного не придумал. Это, безусловно, снижение массы тела, это увеличение физической активности, это лечение артериальной гипертензии, аспирин и гиполипидическая терапия. Если говорить о снижении массы тела, первое, на что нужно обратить внимание, это на фигуру вашего пациента. Что напоминает больше яблоко или грушу? Яблоко, значит, это будет андроидное ожирение по мужскому типу, оно наиболее неблагоприятно, хотя и геноидное не очень улучшает кардиоваскулярный профиль. Если говорить о диетах, мы уже неоднократно приводили этот слайд, безусловно, любая диета хороша, потому что она настраивает человека на контроль массы тела. Но, к сожалению, все диеты хороши, очень мало приверженности. Вывод один, это большая публикация в журнале Джама. Вывод один, меньше есть, больше двигаться, никто ничего лучше не придумал. Хотя есть такая серия ожирения, вот морбидного ожирения, где уже и двигаться, наверное, тяжело, да и есть, может быть, много не нужно, а реально вес с места никак не сдвинется у наших пациентов. Вот здесь вот мы как раз должны обращаться к нашим коллегам-хирургам. Тем не менее, мы должны знать, что даже у лиц с сбыточной массой тела, даже без манифестации морбидного ожирения, на 5% исходного веса снижение массы тела приводит к снижению риска преждевременной смерти на 20%. Если говорить о медикаментозной терапии ожирения, к сожалению, очень много препаратов пытались вывести на рынок, не только Украины, а всего мира, и в результате медикаментозное лечение осталось только в одном варианте. Это армистат или ксеникал. Был у нас сибутрамин, он ушел, так как вызывал рост давления и частоты сердечных сокращений. Это несовместимо с больными ишемической болезнью сердца. Был римонабант, его только пытались зарегистрировать и зарегистрировали, и тут же отменили, запретили к употреблению, поскольку он приводил к суицидальным вот таким депрессивным состояниям. Поэтому де-факто имеем только один медикаментозный препарат. Все остальные это пищевые добавки. Все остальные это пищевые добавки. Его механизм действия – это блокадо желудочно-кишечной липазы. Безусловно, это препарат, который, в общем-то, так позиционирован после исследования ксендос. Там, где ксеникал и модификация образа жизни противопоставлялись, плацебо и модификация образа жизни, вы видите, ксеникал более существенно повлиял на массу тела, на артериальное давление, причем за все 4 года, которые пациенты принимали на уровень холестерина, и на частоту выявления новых случаев диабета. Безусловно, снижалась масса тела, соответственно, уходили эти факторы риска, которые сопряжены с избыточной массой тела. Второе – расширение физической активности. Безусловно, это никто не отменил. Это профилактика, которая может работать. Вы видите, пациент, который вот слева направо прошел по этому слайду, он уменьшает свою массу, у него улучшается, в общем-то, углеводный, липидный обмен, и, безусловно, такой пациент имеет шансы на снижение своего кардиоваскулярного риска. Затем лечение артериальной гипертензии. У больных с гиперинсуминемией, которая часто наблюдается у пациентов с ожирением, принципиальным является блокады ренин-ангиотензина-дестероновой системы. Потому что инсулин имеет, как бы, две бранши, две руки воздействия на человеческий организм. Один благоприятный – это индукция субстратов инсулиновых рецепторов, и отсюда улучшение транспорта глюкозы, это эндотелиальная функция, улучшается релаксация сосудов. И есть проатерогенный его эффект, именно гиперинсулин и МИИ. Он сопряжен с увеличением метогенеза, пролиферации гладкомышащих генов. Что делает ангиотензин-2? Он блокирует положительные эффекты инсулина и термирует его проатерогенные. Поэтому цель нашего лечения, вы видите, как прописано, диагноз и ретерминация в партериальной гипертензии, это, в общем-то, с целью профилактики сильнейших сосудов, и в профилактике необходимо назначать препараты, которые блокируют ренин-ангиотензин в электронную систему. Безусловно, ингибиторы АПФ – это препараты, которые прикрывают максимальное количество показаний. И среди всех ингибиторов наиболее предпочтенным, абсолютно объективно по результатам ХОП, является релеприл. Он более эффективен, нежели релеприл, который часто сильно разрекламирован и у нас, и вообще в Европе. Но нужно помнить, что его нет в Соединенных Штатах, а это только европейские, а релеприл, он присутствует везде. Если мы знаем исследование ХОП, это исследование по основным кардиоваскулярным точкам, то вот можно еще вспомнить исследование, которое может быть менее известно, исследование Секюры, там где как раз регистрировали суррогатные маркеры атеросклероза, как раз толщину интим и медиа в течение определенного периода и регистрировалось в 12 сегментах, не только в том классическом 1 см от бифуркации, как мы привыкли исследовать. И безусловно, релеприл в дозе, видите, и 2,5 и 10 мг, благоприятно сказался на исходах этих пациентов, поскольку он ассоциировался с уменьшением толщины интим и медиа. Безусловно, вот видите, здесь представлен Хартил фирмы Эгис, это один из тех генерических качественных хрометрилов, которые присутствуют у нас на нашем рынке. Следующий пункт – это аспирин. Вот здесь вот, видите, он так выплывает у нас в среднем сегменте лечения ишемической болезни сердца. Эти пациенты, как правило, должны лечиться, и пациенты с метаболическим синдромом, по этим же практическим критериям, потому что метаболический синдром – это сандровский путь к атеросклерозу, мы это помним. И если говорить об улучшении прогноза, аспирин – это один из тех четырех китов, которые нужно назначать для улучшения прогноза больных с метаболическим синдромом и, безусловно, с ишемической болезнью сердца. Итак, вот еще раз повторим, это влияние на прогнозы – это аспирин, статины, ингибиторы АПФ и бета-блокаторы после инфаркта миокарда. Причем аспирин – хорошие для больных с сахарным диабетом и без сахарного диабета. Гиполепидемическая реплика. Безусловно, мы сейчас по тем рекомендациям, я думаю, все, кто зарегистрировался, имеют возможность получить подарок от Ассоциации кардиологов. Это методические рекомендации по дислепидемии. Мы сейчас представили вам здесь проект этих рекомендаций. На самом деле они уже утверждены и немножечко модифицированы. Я назову тот пункт, который довнесен в окончательную редакцию. Там практически два исправления, как выточнения. И вот они будут изложены в процессе дальнейшей лекции. Вы видите, холестерин, гипопротеиды в низкой плотности – это цель номер один, это главная цель. Почему? Потому что все липиды, безусловно, они представлены как проатерогенной, так и антиатерогенной фракцией. И вот больной с атеросклерозом, больной с метаболическим синдромом, имеет увеличение липопротеидов в низкой плотности, промежуточной, очень низкой, то есть это триглицевиды, и снижение тех позитивных липопротеидов, антиатерогенных липопротеидов высокой плотности. Вот, в общем-то, та обложка рекомендаций европейских. А вот то, что вы должны были получить при регистрации. Это маленькая такая вот книжечка карманная, в которой представлены все эти схемы, о которых вкратце я скажу. Вы знаете, что в 2003 и потом уже в 2007 году была позиционирована система SCORE. Система SCORE это как раз подсчет индивидуального сердечно-сосудистого риска. Мы начали нашу лекцию с того, что мы подсчитали SCORE для пациента с ожирением, и у нас получилось 4, да, 4%. Потом мы просчитали по Body Mass SCORE, и там получилось уже 8. Да, я еще раз акцентирую внимание, потому что мы закончим тем, что мы будем анализировать этот клинический случай после бариатрического лечения. Что дал 2011 год? К тому SCORE, который был известен в 2007 году, в 2007 году, мы получили 4 варианта таблицы SCORE в зависимости от липопротеидов высокой плотности. Липопротеидам высокой плотности уделяется сейчас очень большое внимание, поскольку увеличение на 1% липопротеидов высокой плотности практически трижды эффективнее, нежели снижение даже липопротеидов низкой плотности. Просто очень мало у нас возможности воздействовать на этот липопротеид высокой плотности. Может быть, на него влияют гекатиновая кислота, но ее в виде ниацина нет у нас на рынке, влияют фибраты. И сейчас вот эти новые классы препаратов, которые выводятся на рынок, если кто-то следит за этим в интернете, вы должны видеть, вот эти препараты CETP, они очень активно обсуждаются сейчас, как именно мишень для воздействия на липопротеиды высокой плотности. Но вернемся к рекомендациям. И также у нас липопротеиды низкой плотности, это целевой наш уровень для назначения липидснижающей терапии. Определяется он у нас, к сожалению, непрямым методом по формуле Фридевальда, когда из общего холестерина вычитается липопротеиды высокой плотности и липопротеиды очень низкой плотности. Это фактически коэффициент, помноженный на триглицериды. Вы видите, если пациент очень плотно поужинал, у него будут высокий уровень триглицеридов, и вы искусственно получите заниженный целевой уровень холестерина-липопротеидов низкой плотности. То есть вы не сможете объективно оценить риск своего пациента, если он пришел к вам после плотного ужина. В этой ситуации можно использовать холестерин не липопротеидов высокой плотности. Он рассчитывается, видите, совсем по-другому. Из общего холестерина вычитается только холестерин липопротеидов высокой плотности. И для оценки нужно рассматривать целевой уровень меньше 4 ммл на литр, как целевой уровень терапии. Если говорить о тех целевых уровнях, которые все-таки сейчас присутствуют, и мы должны их запомнить, по липопротеидам низкой плотности это меньше чем 1,8 для очень высокого риска, меньше чем 2,5 для высокого, и меньше чем 3 для умеренного риска или низкого риска. Вот эта стратегия, вы ее можете открыть в свою книжечку и увидеть. Вы видите, стратегия становится все более жестким, если увеличивается риск, и если у нас, соответственно, увеличивается уровень холестерина липопротеидов низкой плотности. А вот та новация, которую мы довнесли, этого нет в европейских рекомендациях, но мы знаем, что есть клиники, в которых не определяется липидограмма. Поэтому мы сочли необходимым дописать все-таки 3 уровня общего холестерина для тех клиник, которые не имеют липидограммы. Итак, уровни целевые такие. Меньше чем 5 ммл для общей популяции, меньше чем 4,5 для пациентов с высоким риском, и меньше 4 для пациентов с очень высоким риском. Вы видите, вот эта схема, она опять же представлена в ваших рекомендациях. Если у пациента есть гиперхолестериномия, начинайте со статинов. Если гиперприглицеридемия, тем более изолированная с фибратов, если низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, то никотиновая кислота, которая, как я сказала, у нас пока отсутствует, или комбинация с статиновыми фибратами. Если у вас комбинированная дисципидемия, начинайте с комбинации, можете начинать с комбинации с статиновыми фибратами. Это допустимо. Есть еще у нас изитимиб, статины с изитимимом. Это тоже можно. Мы знаем, что для пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом очень хорошо себе зарекомендовала аторвостатин. Безусловно, это исследование CARDS, в котором на 37% снижение серьезных сердечно-сосудистых событий, на 48% частоты инсультов, на 27% смертности от всех причин ассоциировалось с приемом аторвостатина. Вы видите, аторвостатин и разувостатин – это наиболее назначаемые, наиболее сейчас востребованные статины. Если говорить о разувостатине, то, наверное, мы должны обратить внимание, что все-таки он немножко более жестко контролирует холестерин, липопротеидов низкой плотности. В исследовании астероид повлиял на результаты регистрации травматозной бляшки по результатам исследований внутрисосудистого ультразвукового. И вот 2011 год, Орландо, Флорида. Мы очень ждали результатов исследования Сатурн, поскольку было анонсирование о том, что разувостатин может победить. Некоторые говорили, что аторвостатин может победить. В результате победила дружба. Они, в общем-то, вот так позиционировались, высокие дозы разувостатина против аторвостатина. Но для конечных точек разницы не было, хотя разувостатин более жестко контролировал липопротеиды низкой плотности и увеличил содержание холестерина липопротеидов высокой плотности. Хотя по первичной точке, согласно параметрам Айвуса, отличий не было. Доля пациентов с регрессией атеромы все-таки была больше на разувостатин. И вот все-таки определенные преимущества разувостатин все-таки имел. Вот в апреле в Украине появляется разувостатин. У нас есть целый ряд уже сейчас и оригинального, и генерических. Вот появляется разувостатин компании Эгис. Это разулит. И в дозе 10, и 20 мг. Иногда мы боимся назначать статины, потому что боимся побольше. Нужно помнить, что безопасность статина в 500 раз больше безопасности нарушения аспирина. Вот это соотношение. А аспирин правильно вы все назначаете больным с ишемической болезнью сердца, с метаболическим синдромом. Нужно помнить также, что эндокринопатии в Украине, почему мы говорим о том, что мы ТТГ определяем, потому что именно патология щитовидной железы является давлеющей в Украине. Мы давно уже приучаем кардиологов заниматься сахарным диабетом. Но нужно помнить и о щитовидной железе, потому что именно с уровнем ТТГ ассоциируется прогрессирование уровня холестерина. Ну вот так мы назначаем статины. Если в Америке 95%, в Европе это 55%, в России назначают 12%, в России мы назначаем в 2%. То есть когда ко мне приходят компании и говорят, что вот вы читаете только наш термостатин, а не читайте какой-то другой, или читайте только мой разумостатин и не читайте другой, я каждый раз пытаюсь объяснить, уважаемые представители компании, вы не враги друг другу. Вы должны объяснить все свои усилия, потому что вы перекрыли только 2% рынка. Это минимальное количество. Вместе с тем даже назначение эффективных статинов не полностью перекрывает все потребности организма и остается так называемый резидуальный риск от 60 до 75%. Есть факт, свидетельствующий о том, что 35% ишемической болезни сердца манифестируют у пациентов с нормальными уровнями общего холестерина. И вот здесь нужно обратить внимание на ту атерогенную дислепидемию, которая сопряжена с гипер-триглицеридемией и низкими липопротеидами высокой плотности. Вы видите в исследовании ТНТ и ПРУВИД, манифестация ишемических явлений была даже у пациентов с нормальными уровнями общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности. В то же время, как у пациентов с атерогеной дислепидемией, я уже говорила, рост триглицеридов и низкие липопротеиды высокой плотности, назначение фенофибратов от Трайкова позволило уменьшить на 31% макрососудистые события. Не микрососудистые, которые мы всегда ожидаем от фибратов, а макрососудистые события. Поэтому наш алгоритм. Первое, что мы обсуждаем, это мы обсуждаем статины. Второе, что мы обсуждаем, это присоединение фибратов или эзитимиба. Это тот алгоритм, который должны использовать мы в своей практике. Теперь, опять же, обращаясь к интернету, я считаю, что, наверное, современный кардиолог не может. Кардиолог, терапевт, эндокринолог, да, и хирург все не могут обходиться сейчас без интернета, потому что это самая блестящая возможность обмениваться опытом. Итак, есть программа Дрим, Дрим, которую проводят как раз в человеке лекарства, который нам сейчас предоставил возможность общаться. И со спонсорской помощью компании Эбот. Здесь представлены, вы можете зайти на этот сайт, увидеть эти лекции. В частности, Альберто Замбона, который приезжал в прошлом году и выступал у нас на конгрессе. Лекции очень интересные. Это и оптимизация макрососудистых, и микрососудистых, в общем-то, рисков. А кроме того, сейчас эта программа в свободном доступе. Затем ее прохождение будет сопряжено с получением сертификата, который признается нашим Минздравом для получения категории. Обратите внимание, это очень существенно для того, чтобы вы могли двигаться дальше и подтверждать свою квалификацию. Ну и затем, если говорить о пищевых продуктах, нельзя не сказать доброе слово об омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах. Мы определяли аддитивное влияние, то есть это не самостоятельное, не влияние как бы альтернативное липид снижающей терапии, а это добавление к стандартной терапии. И мы получили очень хороший эффект. Безусловно, никому еще красная рыба не повредила. Ну а это в чистом виде омега-полиненасыщенные жирные кислоты, которые называются такой вот омега-3 чистые сосуды. Ну в общем, это та пищевая добавка, за которую я могу ратовать. Она действительно несет в себе рациональное зерно. Целевые уровни лечения сахарного диабета вы знаете. О том, что метаболический синдром самый красивый, к коронарному атеросклерозу, об этом будет говорить еще наш сотрудник, который будет докладывать наблюдение, длительное наблюдение за больными с коронарным атеросклерозом после аортокоронарного шунтирования. А вот наш борец СУМО, который я вам говорила. Это пациент, к сожалению, непредставленной мышечной массой. Вот я даю сейчас цитату из сайта, посвященного СУМО. Итак, это крупная комплекция борцов СУМО, обусловленная тем, что они не имеют права использовать поединке болевые приемы, а также силу своих конечностей и мышц. Поэтому борцы СУМО вынуждены брать противника своим весом, то есть жиром. Поэтому как раз для таких пациентов, к сожалению, которые, уходя из спорта, быстро заканчивают эту жизнь в связи с высочайшим кардиоваскулярным риском, наверное, будет показано применение хирургических методов лечения, это бариатрических операций. И вот мы заканчиваем анализом нашего пациента. Мы помним его в исходе, фулл скор был 4%. Боди масс индекс скор был 8%. Сделано ему в институте Шалимова руками Андрея Семеновича бариатрической операции. Через 3 месяца после бариатрической операции снизил вес на 30 кг. Потом снижают они еще, но это анализ через 3 месяца. Индекс массы тела был 68,6, стал 58,0. По фулл скор у него риск развития был 4, стал 2. По боди масс индекс скор был 8, стал 4. Это ли несущественное влияние на кардиоваскулярный риск? За 3 месяца уменьшение практически в 2 раза кардиоваскулярного риска. Это очень существенно. Это почему мы должны обращать внимание. Таким пациентам можно почвить, если им адекватно помогают наши бариатрические хирурги. А наша цель это адекватно нормализовать артериальное давление, липиды, глюкозы, стараться анализировать индекс массы тела, модифицировать другие факторы риска. Безусловно, на первом месте, наверное, помимо того, что мы говорили, это курение. Безусловно, эти пациенты не должны курить. И лечение должно быть постоянным и адекватным.